Всем привет! Привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Мне безумно приятно, что вы зашли. Обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу этого ракурса. Я решила, что лучше, если еда будет поближе, еще ближе. Сделала такие вот бутерброды с красной рыбкой. Обалденно пахнет. Вчера весь вечер я просто сидела и думала, как бы улучшить свой контент. Сначала хотела посмотреть и купить себе новый профессиональный микрофон, как у АСМР-блогеров. Посмотрела, подумала. Проблема в том, что с этими микрофонами надо говорить шепотом. Раньше меня раздражал просто этот шепот. Я думала, блин, нельзя нормально говорить. Оказывается, если ты будешь говорить нормально, это будет очень-очень громко. То есть будут такие перепады. Они, кстати, не дешевые, эти микрофоны. По крайней мере, у нас почти 20 тысяч. Я смотрю корейских мукбангеров. И я понимаю, что мне как до луны им просто до них. На самом деле, мой канал развивается хорошо. И мама говорит, ничего не делаем. Ничего не портит, все двигается офигенно. Но мне хочется что-то улучшить. Хочется вкладывать, хочется что-то новое. Думали, вау, вот этот звук, вот эта картинка. Здесь у меня, кстати, такой микс. Здесь осьминоги, мидии. Все в масле. Маленькие креветочки. Имбирь. Как же я люблю имбирь. Ну, в общем, у меня в жизни бывают такие моменты. И связанные и соотношениями, и связанные вообще в жизни. Я что-то хочу поменять. Я не знаю, бывает ли у вас такое. Поменяла ракурс пока что. Купив такой микрофон, надо снимать итинги. Я знаю, что я не смогу снимать итинги. Просто потому, что это не мое. Мое это мукбанки. Я не могу молча есть. Поэтому не знаю. Че, как, почем. Вчера вечером сгоняли на квартиру, на мою. Обои офигенно приклеились. Самое главное. Нигде не видно швов. Как-нибудь на днях нужно найти время и доклеить те места, которые остались. Самое главное в квартире это проекты, я считаю. Некоторые мне писали. Ой, Айка, ты радуешься, что это за квартира такая и так далее. Самое главное, мой хороший проект. Если вам нравится проект, все остальное можно поменять. Но особо большие деньги вбухивать я не буду, потому что, скорее всего, наверное, может не сразу, но я, наверное, буду ее сдавать. Поэтому сильно большие деньги вкладывать и делать капитальный ремонт, все менять от пола до потолка, я думаю, это бессмысленно как-то. Уже познакомились с одной соседкой. Которая живет снизу. Тоже молодая девушка. У нее двое детей. Таких красивых детей. Вот реально я умиляюсь просто. Девочка такая с кудрявыми волосами. Мне нравятся дети с кудрявыми волосами. Это настолько красиво смотрится. Такие зеленые глазки. Спросила чистокровные азербайджанцы. Прикиньте. со светлыми глазками. Хотя, что я удивляюсь, у меня есть двоюродная сестра. У нее ярко-голубые глаза. Большие голубые. Подсела просто чем-то напоминает роллы. Потому что здесь сыр такой же, как в Филадельфии. Рыбка просто вместо риса хлеб. Давайте немножко поотвечаем на вопросы. Беру вопросы вот с этого вот видео. Айка, у меня есть молодой человек, с которым мы расстались две недели назад. Было у нас все. И хорошее, и плохое. Вместе были три года. Я работала, старалась угодить ему во всем. Но постоянно его ревновало. И в какой-то день он просто ушел. И недавно я узнала, что он общается с другой девушкой. И прекрасно себя чувствует при этом. Писала я ему, звонила много раз. Но ничего не меняется. Что сделать в такой ситуации? Подскажи, пожалуйста. Или, возможно, в комментариях кто-то даст мне совет. В моей жизни были разные ситуации, о которых я бы очень хотела вам рассказать. Но это немного не нравится моему молодому человеку, что я рассказываю про прошлые какие-то отношения. Вот. Я считаю, что если вы ревновали, значит были там какие-то поводы. Вот просто так. Если все идеально, девушка ревновать не будет. Мне кажется, самый верный и главный способ вернуть своего бывшего. Это просто не предпринимать ничего. Как правило, все бывшие когда-либо возвращаются. Проходят, не знаю, полгода, год. Просто нужно сделать так, чтобы ваша жизнь кардинально поменялась. Ты уже другая. Но когда пройдет этот полгода, и он вернется, ты уже будешь не та. И тебе он больше не нужен просто будет. Так быстро нашел вам замену. Значит, не так сильно дорожил. Хватит каждый раз обвинять себя. Не знаю, я всегда в таких ситуациях, на стороне женщин. Я по своей глупости, дурости показывала то, что человек мне не безразличен. А это просто играло со мной злую шутку. Ушел человек, нашел себе другую. Забей. Вот реально, как бы это сложно ни звучало, забей. Переболит. Я не говорю сразу идти где-то там на вечеринках. Отжигать. Когда внутри болит, тебе вот на самом деле не до этих вечеринок. Тебе не до этого веселья. Мне кажется, просто боль утери, она пройдет. Каждый человек, когда оборачивается назад, вспоминает своих бывших, например, девушки, да? И думает, блин, как я могла с ним встречаться. Проходят годы, и ты реально так начинаешь думать, господи, что это такое? Поверь мне, как с прошлыми бывшими, так же будет и с ним. Просто этот момент нужно выстрадать. Нужно пережить это. Своё счастье ты обязательно найдёшь. Как это недавно, 3-4 дня назад, узнала, что сын Жан-Клод Ван Дамма, прикиньте, нет, как его звали? Его звали как-то по-другому. Не помню, я совсем мелкая была, когда он был в моде. Он сенатором, что ли, стал. Ну, в общем, он в роли Жан-Клод Ван Дамма играл. В общем, этого актёра сын пару дней назад женился на Азербайджанке. Прикиньте, они познакомились в ТикТоке. Он живёт в Америке. Вокруг него куча девушек разной национальности, разного вероисповедования. Нафига ему нужно было находить девушку из Азербайджана в условиях этой пандемии, общаться? И они поженились, прикиньте. Такие разные. Познакомились в ТикТоке. Интересно. Вот вы говорите, Вера, там ещё что-то. Господи, какая разница? Главное, чтобы людям вместе было хорошо. Самое главное это всё остальное мелочи. Я в этом плане верю в судьбу. Я считаю, просто ей было суждено за него выйти замуж. Поэтому так получилось. В ТикТоке познакомились. И одно дело, просто они общаются, там ещё что-то. Она за него замуж вышла. Судипам. Судипам. Не знаю, почему-то в этом ракурсе как будто вкуснее. Мама говорит, я говорю тебе имбирь замалиную ведро. Я говорю, маме, может, сразу бочку я подсела на имбирь. Мама ругается на Твикса. Знаете почему? Потому что Твикс своими ногтями одерёт в эту вот сетку. У нас уже сетка вот с такими дырками. Там не то, что комар, там уже муха пройдёт. Скоро Твикс сам оттуда пройдёт. Сначала просто слухи шли, что она выходит замуж. Я такая думаю. Наверное, какие-то шутки. Потом смотрю, нет. Фотографии ЗАГСа. Девушка-скрипачка. Вы знаете, мне всё безумно понравилось. Было очень-очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня уже зовёт мой сынуля. Всё, что осталось, отдам ему. Пусть хомячит. Всех люблю, целую. Пока.